Во всей православной России, Муромским чудотворцам, Чтоб у Господа здесь просили На надежду, любовь и веру, И верность друг другу за гробом, И за гробом тоже примером Они нам сияют оба. На надежду, любовь и веру, И верность друг другу за гробом, И за гробом тоже примером Они нам сияют оба. Почти шесть лет назад, в 2007 году, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх поставил перед протодиаконом Виталием Макаровым непростую задачу — собрать достойный певческий коллектив, для исполнения песнопений на богослужениях. Именно так начинается история создания архиерейского квартета, одного из самых известных духовных музыкальных коллективов Кузбасса. Первого участника квартета искать не пришлось. Отец Виталий сам обладал голосом баритон, а значит, для создания музыкальной гармонии необходимо было найти еще троих исполнителей. Задача решалась постепенно, коллектив сформировался не сразу. Так получилось, что одним из первых, ну, естественно, после отца Виталия, в Кузбасс вернулся я. Молитва святая слезами прольется, Христовой любовью исполнится грусть, и в это мгновенье душа прикоснется к великой вселенной по имени Русь. Буквально через несколько месяцев, это уже был 2007 год, к нам в епархию возвращается отец Александр Орлов, наш второй тенор. Он является уроженцем нашей области, однако волей судьбы некоторое время служил на родине своей матушки, в городе Уфа. К нам в область приехал записать диск, с певческим коллективом «Знамени», о котором наверняка многие из вас слышали, выпускник Одесской духовной семинарии Вавренюк Василий. Ему, конечно же, протодиакон предложил остаться здесь, в Кузбассе, но не получалось. Василий был намерен вернуться на Украину, и тут во время записи он познакомился со своей будущей женой. И так история любви заставила будущего отца Василия принять решение остаться здесь, в Кузбассе. Таким образом, квартет обрел последнего своего участника и приступил к репетициям. Пожалуй, тогда никто из членов архиерейского квартета и подумать не мог, что уже через несколько лет коллектив будет исполнять не только богослужебные песнопения в церкви, но и популярные и народные произведения, песни военных лет, сможет записать диск и покорить своим исполнительским мастерством не только жителей Кузбасса, но и Европы. А тихо рекой у березовой роще распустится первый весенний цветок, Я согадаю желание попроще И перекрестившись взгляну на восток Самыми, наверное, интересными концертами, запоминающимися лично для меня, были концерты, связанные с посещением других регионов и даже других стран. За нашу небольшую историю мы несколько раз посещали Москву, там выступали в нескольких вузах, посещали таких городов, как Белгород, Старый, Оскол, там мы также давали концерты. Ну и, наверное, самыми необычными концертами были те, которые мы давали в Италии. Такие достижения архиерейского квартета еще более удивительны, если вспомнить тот факт, что квартет — это не основная деятельность его участников. У каждого из них есть большое количество других обязанностей, будь то работа в епархиальном управлении или служба в храме. Поэтому, чтобы стать ближе к своему творческому идеалу, хору Сретенского монастыря, временные репетиции и записи приходится буквально выкраивать. К тому же, по признанию самих участников коллектива, у каждого из них порой бывает свой собственный взгляд на то или иное произведение, что вызывает небольшие творческие трудности. Конечно, когда наш коллектив только начинал формироваться, мы испытывали определенные сложности, прежде всего потому, что каждая творческая личность обладает собственным творческим воззрением. И очень сложно было все эти воззрения, объединить в единый коллектив. Ну, я думаю, что любой коллектив певческий, да и вообще творческий коллектив, переживает такие моменты в своей жизни и не только в какой-то период, но и всегда. Потому что именно в такой дискуссии, в таком обсуждении того, как должно выглядеть то или иное произведение, рождается собственно шедевр. Но несмотря на все сложности, за шесть лет своего существования архиерейскому квартету удалось стать одним из лучших певческих коллективов области, неотъемлемой частью ее духовной и творческой жизни. И такой же большой и значимой частью в жизни каждого из участников квартета. Такие труды в творческом коллективе, они очень помогают, когда, знаете, когда чувствуешь, что твои труды, они реально нравятся людям и приносят пользу им. Тогда это тебе помогает, дает силы на дальнейшее несение этих самых трудов. Мы не останавливаемся на одном месте. Когда человек всю жизнь пел, а у меня получалось так, что я в семинарии постоянно этим занимался, для меня остановка в пении это фактически деградация. Вот поэтому вот эта возможность, которая здесь у меня реализовалась в квартете, слава богу, что появились такие люди, которые едины со мной в нашем духовном стремлении. Поскольку я учился в Москву в духовной семинарии, приходилось много петь в хоре. Соответственно, когда приехал сюда в епархию, принял священный сан дьякона, то от меня это в какой-то мере отошло пение в хорах. И вот петь в квартете для меня это воспоминание и продолжение деятельности пения в хоре, которое заложило меня в московской духовной школе. Наверное, так. Божьим промышленьем скорбе всех взывает, с горестью сыном Боже, спаси, родную Русь, Боже, спаси, Боже, спаси, Боже, храни, Боже, храни, ollar,